Субтитры делал DimaTorzok 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 Допустит渲 qué учитывая Но гибель Небесной Сотни и гибель сейчас бойцов, которые умирают за родину Музуниатолпы, она обязывает нас, чтобы мы проводили качественные изменения в этой стране. Вот они за это погибли, чтобы у нас был шанс сделать эту страну в другом. Не много, наверное, все-таки. Это тяжело, очень тяжело. Требует больших усилий. Я готов. Мы должны построить гражданское общество. А как компания... Иначе, знаете, какая власть не будет приходить, она будет в любом случае плохой. Когда мы не псевдо, а гражданское, а действительно гражданское общество построено, то, знаете, нам не страшен будет даже любой режим. Потому что он просто не будет иметь шансов прийти к власти. А так, конечно, все очень шатко. А как вы видите, вот общественные активисты, какая их задача, какая их роль вообще? Задача контролировать и направлять в вас, подсказывать. И, конечно, это контроль такая, это должно быть грамотно, взвешено. И причем, я думаю, у каждого должна быть специализация. Не может человек одновременно разбираться во всех материях. Это люди-гении, наверное, которые могут постичь сил в отрасли. Если ты специалист, например, в направлении, не знаю, жилищно-коммунального хозяйства, пожалуйста, подсказывай, рассказывай, отстаивай свое мнение. Если неправый, явно неправый, да, собирай пикеты, протестуй против этого. Ищи пути разрешения. Если ты специалист в области экономики, пожалуйста, советуй, каким образом, так или иначе, строить экономическую политику. Города, области, государства в целом. У нас есть много специалистов, которые разбираются во всем, но так не бывает. Вот я никогда себе не буду позволять давать советы в той области, в которой я не разбираюсь. Точно так же меня, честно, немножко смешит, когда люди, которые абсолютно не понимают в вопросах СМИ, в вопросах теле и радио, поскольку это более тяжелое, по-моему, не менее направление, нежели газету и интернет-вещание. Вот они дают советы о том, как нужно строить современные люди. Если есть конструктивное предложение, критика, если есть, то всегда прислушивайся. Более того, готов, если допустил ошибки, публично признаваться. Я считаю, в этом и состоит сила руководителя, если ты не прав признать свою ошибку и вовремя ее исправить. Ну, конечно, в идеале не допускать. Хотя, понятно, честно, 8 месяцев, мы говорим, тяжело вникнуть сразу во все. Да, пытаешься, но необъятно и сразу, это тоже не так уж просто. Но, тем не менее, я считаю, что даже лучше где-то, в каких-то вещах, чтобы молодежь ошибалась. Ну, как говорил Васлуга, лучше 5 лет ошибок, нежели 50 саботажей. Я думаю, все-таки молодые люди должны брать на себя ответственность, и должны чувствовать эту ответственность за страну, а более того, должны делать. Делать ее более успешной. А как Вы чувствуете, коллектив вообще поддерживает Вас в работе? Ну, элементов саботажа не чувствуете? Ну, в большинстве своем, конечно, да. И, честно, мне приятно чувствовать поддержку коллектива. Вот, буквально недавно мы подписывали новое коллективное соглашение. Как мне говорят ранее, подписание коллективного соглашения, это была такая напряженная атмосфера. Все рассказывали о своих проблемах, пытались там друг друга перекричать, высказать свои претензии к администрации, что того не сделано, того не хватает, этого нет. В этом году, говорят, что все прошло настолько... Люди, в общем-то, даже если они видят, что где-то на каком-то участке, ну, там не хватает компьютера, там какие-то камеры, они видят процесс, то, что он виден, как смешно, он идет, обновление, стартовало, да, и в плане зарплаты. Поэтому, подписание коллективного года у нас прошло очень хорошо. Я думаю, это тоже своеобразный, знаете, пребесцит доверия к руководству. Это было показательно. Это впервые, ну, помимо там таких сборов торжественных, по случаю профессиональных праздников, и помимо там планерок, совещаний, это были первые такие большие сборы, где практически присутствовал основной костяк коллектива, довольно большой коллектив. Сколько человек у вас коллектива? Я вам скажу, 227 человек, вообще штатная численность. Если так сравнить, ну, это где-то средняя численность по системе ГОСТ или радиостроения. То есть, есть более крупные компании, это Львовская, порядка 350, это Харьковская, это Донецкая, правда, сейчас там колоссальная проблема, они временно переехали в Краматорске, пытаются восстановить вещание. То есть, вот это крупные компании, далее идут компании средние, вот где-то численность, как у нас, немного выше, где-немного ниже. И есть относительно мелкие компании, вот самая маленькая, это Ивана Франковская, ну, там всего 43 человека работают, но связано с тем, что у них буквально до конца прошлого года не было вообще телевидения, то есть, не было одно радио. А как вы считаете, Ивана? Мы очень рады, что коллеги, даже мы немножко там, по-моему, помогли им в плане... Вам достаточно такого штата? А смотря под какие проекты? Вы знаете, например, есть проекты, где, ну, скажем так, уровня центральных каналов, где может 220 человек делать одну программу, получасовую, и делать ее на протяжении полугода. Вот смотря какой ориентир нам зададут. Опять же таки, это большой вопрос, сейчас мы реформируемся в СУСПИЛе. Я, честно говоря, обоими руками за. Потому что я считаю, что общество должно управлять телевидением. Оно должно заказывать услугу, и оно должно качественно ее получать. И контролировать. Затем, вот, все платят налоги. Поэтому за счет этих налогов существует, ну, на данный момент государство, а далее общественная компания. Вот поэтому общество должно и задавать то, оно должно определять, какие программы и в каком количестве оно хочет видеть. Это очень крайний шаг. Вот, но, вот, хочется все-таки увидеть конечную модель, как она будет работать, в каком объеме нам дадут производить продукт. Это 2 часа в день, или это все-таки полноценный канал региональный на 24 часа. В зависимости от этого уже можно будет планировать штатную численность. Я вам скажу так, вот, сейчас штатное расписание, которое есть на данный момент, оно меня не устраивает. И я хочу его изменить. Скажем так, были определенные трудности. Качественные или количественные? И качественные, и количественные. Хотя, основной костяк, безусловно, он должен быть сохранен. Тем более, что, тут много действительно людей, патриотов, они работают, они получают относительно небольшие заработные платы, они работают, чтобы, говорится, из энтузиазма, из патриотизма. Конечно, я таких людей ценю, и это те рабочие лошадки, которые держат. Есть определенная группа людей, скажем так, назовем это балансом для компании. Есть группа людей, которая приходит для того, чтобы научиться познать азы и пойти куда-то дальше. Я абсолютно нормально к этим вещам отношусь. Я готов на нашей базе обучать. Вот мы создали экспериментальную студию, сейчас привлекаем активную молодежь. Вот этого уже студика наша ведет в эфире полтавский поведение нового. Мы готовы обучать, привлекать, мы готовы печь своего рода конвейера, для того, чтобы формировать кадровый резерв. Но вы сами сможете раскидывать. И я вам скажу, что самая главная проблема в нашей отрасли, это камни, да и во всех отраслях, это камни. К сожалению, вот советская школа журналистики, она была уничтожена, новую свою мы построить так и не смогли, которая будет действовать по принципам современной журналистики, для которых не будут чужды слова, как этика журналиста, объективность, достоверность, желание не обмануть свою аудиторию, желание дорожить свою аудиторию, вот эту школу журналистики мы, по сути, еще не создали. У нас колоссальный дефицит кадров. Более того, я вам скажу, не так много их практически высших учебных заведений, которые готовы поставлять таких специалистов. Поэтому, да, задача вуза научить в теории, я надеюсь, что как-то там они смогут подчеркнуть теоретическую базу. А наша на практике уже это все дело адаптивно. Конечно, для этого и нам нужны высококлассные специалисты. Я, честно, не скрываю того, что на данном этапе мы не имеем финансовой возможности пригласить, например, ведущую Алумасу. Да, значит, будем расти в ее коллективе, но параллельно привлекая тренеров. Что касается обучающих программ, я очень активно пытаюсь их внедрять. Если мои журналисты просятся куда-то на семинар, я сразу без проблем подпишу его. Потому что понимают, что нам надо всем учиться, учиться, еще раз учиться. Жень, остывайте, вот как вы чувствуете? У вас хороший, нормальный контакт с чиновниками, вы наверняка с ними пересекаетесь по работе. И насколько часто они идут на встречу, слышат ли вас, ваши потребности? Знаете, должен заметить, что сейчас государственная машина, она, слава Богу, не давит на средства массовой информации. И, в принципе, у меня нормальный контакт и с областной администрацией, и с Радой. Я не могу сказать, что где-то давят, дают какие-то темники. Я надеюсь и искренне верю, что вот эта эпоха, она отошла в прошлое. Вот очень бы не хотелось, чтобы мы возвратились к системе написания заказных материалов, давления. Ну, конечно, единичные случаи, они все равно есть, возникают. Кто-то или иной чиновник иногда может просто неправильно понять и стартовать. Есть конфликтные ситуации, но не без этого. Не обязательно, ну, это органы власти высшего порядка. То есть есть определенные моменты. Но их нету, слава Богу, они не носят системный характер. По крайней мере, на данном этапе. Как будет дальше? Будем надеяться, что давления не будет. Тем более, если мы говорим о том, что мы становимся общественным телевидением и радио. Там, в принципе, выписан закон так, чтобы минимизировать возможное давление на общественных. Как на практике, ну, жизнь подскажет. Потому что у нас много законов, они написаны, в принципе, грамотно и правильно. Единственная проблема, все они пока что воплощаются в жизнь. Но я оптимист. Вот, я по натуре оптимист. Вы кто бы зодиакал? Я рыба. Ух ты. Кстати, рыба – это идеальный знак. Вот я читал о том, что кем вы можете быть? Там, артистами, можете быть руководителями телекомпаний. Это прямо в знаке зодиака. И я вам хочу сказать, что во многом подтверждается, в этой профессии действительно много знаков зодиака. Такие, чувствуют себя в журналистике, как рыба. Скажем прямо, я тоже рыба. Да? Хорошо, Жень, спасибо. Много вы хорошего сказали. Давайте, наверное, я сегодня уже пойду. Я думала, плохого. Нет, плохого мы ничего. Вы очень интересный человек. Я хочу не последний раз с вами встретиться. Именно не на работе, а где-то позаработай. Будем искать моменты и возможности, чтобы это не отражалось на наших семьях. Почему? Потому что я вижу, что у вас есть что сказать. И вы много еще недовариваете даже сегодня. И более того, я же говорил и говорю, я, несмотря на какое давление оказывается, я был, есть и буду открытым человеком. И все равно готовым к любому общению. И с представителями СМИ, и с представителями общественных организаций. Единственное, я всегда настраиваюсь на конструктив. И хочу слышать от собеседника тоже. Скажем так, вы стояли на Майдане, и вы майдановцам настраивались по себе. Я остался, и более того, я считаю, что мы в неоплатном долгу перед теми, кто отдал свою жизнь за нашу возможность, наше право на жизнь. И мы не имеем ни морального права, ни чисто с точки зрения человеческого чувства. Мы не имеем права изменить идеал Майдана и не построить ту страну, за которую они победили. Мы обязаны это сделать. Ради них, ради этой планеты. Поэтому я остаюсь верен этим принципам, принципам открытости. Принципам, если говорить о СМИ, это все-таки незаангажированности. Это равного участия абсолютно всех людей, кто несет конструктивы, кто несет, конечно, идеи созидательные в плане развития нашей страны. Конечно, это не распространяется на представителях каких-то сепаратистских настроений. Я сразу говорю, что те, кто несет в себе какие-то угрозы, подрывы, суверенитеты и независимости нашей страны, конечно, таким людям делать на канале нечего. Ну и в принципе в стране делать нечего. Я считаю, что Украина должна оканчиваться там, где живут украинцы. Вот если ты украинец, если ты готов строить эту страну, ну никаких проблем. Если ты не готов, ну, наверное, лучше тогда искать другую Родину. Мне кажется, так будет честнее. А как вы понимаете слово Родина? Родина? Знаете, у Ремарка я прочел. «Западная футболка без перемен», диалог, несколько главных героев этого романа, где они размышляют о государстве и о Родине. Мне очень понравилась эта цитата. Один из участников диалога говорит, вот все, я заканчиваю войну, что я буду там за жандармов наших воевать, за налоговую, и прочее. Где не дословно, но как бы смысл сейчас передаю. Говорят, Елен, ты немножко путаешь. Это не есть, ну, государство и Родина, это нечто другие понятия. Это, прежде всего, земля, которая тебя воспитала. Это мать, которая тебе дала жизнь. Это культура, это история. Это люди, которые живут здесь. Вот это и есть Родина. Я считаю, что мы сейчас... При этом я, ну, я вот, опять же таки, возвращаюсь к тем словам, которые перед этим сказал, чтобы меня не сочли националистом. Я считаю, что Украина многонациональная страна, и в этом наша сила. И украинец, это не значит, какая была шестая Европа в советском паспорте, национальность. Вот украинец, это где-то здесь. Это независимо от того, какого ты происхождения человек. Ты родился в России, или в Грузии, или в Армении, или в Белоруссии. И очень много у нас на самом-то деле представителей диаспор, которые живут здесь и всем сердцем любят Украину, считают себя украинцами. А вас пугает понятие национализма? Ну, скажем так, я... Нет, я... Меня не пугает это, но я не сторонник крайности. Я, честно, вообще, я убеждённый либерал. Я признаю, что свобода индивидуальности человека — это превыше всего, это главная ценность. Но национализм здоровый, нормальный национализм — это нормальный. Нездоровый, радикальный. Вот, к примеру, как мы сейчас наблюдаем в России, этот ура национализм и ура патриотизм — это, конечно, абсолютно неправильная вещь. Я считаю, что у нас многонациональная страна, но в то же время мы все есть украинские. Это моя точка зрения. Понятно, спасибо. Пусть меня не критикуют как ни одни приверженцы националистической идеи. Они будут критиковать в любом случае, но идут всё равно в чём. Ну, в общем-то, это моя точка зрения, и я думаю, она имеет право на жизнь, равно так, как и другие точки зрения. Я считаю, что мы обязаны просто уважать точку зрения каждого из нас, если она не мешает нормально развиваться в нашей стране, нашему городу, нашей семье каждого и каждому из нас отдельно. Ну, ничего страшного. Всё нормально. Спасибо большое. Мазарчи, здоровья. Спасибо.